Вам оформили паспорт в 2020 году, в августе месяце, и вы отказываетесь его получать, потому что вы считаете, что в данном паспорте допущены ошибки. Это не только я считаю, это подтверждает горожана в своем письме. По поводу вашего обращения, у вас как бы претензии, чем вы недовольны? Основная моя претензия, зачем я должен получать паспорт, который не соответствует правилам русского языка? Сделана заявка, вместе с тем... Знают, что они допустили ошибку, они меня принуждают. Зачем мне это надо, я вас спрашиваю. 753 мы трогать не будем, давайте. Пять месяцев мне ни ответа, ни привета, поэтому я вынужден писать на имя президента. Можно по тексту. Они признают то, что паспорт является недействительным, поскольку в нем ошибка. Ополняют свою работу в соответствии с инструкцией, правильно? Да, и они ее нарушают. Принуждают меня к получению. Подпадаю под уголовный кодекс. Но сидеть-то мне придется за это. Вы все проверите и убедитесь, что это действительно так тому и есть. Пешков такой мне это написал. У них какие-то другие корыстные цели, если они допускают такие ошибки. Какая интересная оказия происходит. У всех людей паспорта недействительные. Вопрос, что с этим делать? Выходят голосовать. Не имеют права даже свой голос на выборах выдавать. Да, мы, конечно, разберемся. Они саботируют данный приказ и выдают недействительные паспорта. Саботируют весь этот процесс, направленный на дестабилизацию в Российской Федерации. Целенаправленно подрывают государственность. То ты никто в этом государстве. А что такое государство без граждан? Это ничто. Будем разбираться. Тогда что получается, что в Российской Федерации нету граждан? Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok